Всем привет, вы на канале Тестлаб, и сегодня у нас будет короткое видео, я стою не там, а здесь. Для чего? Для того, чтобы максимально коротко и сжато рассказать вам по теме. А тема будет какая? Очень многие задают мне вопрос, я хочу поменять линзы в фарах, потому что они меня выгорели, и какие светодиодные лампы мне туда поставить? Какие линзы поставить и какие лампы поставить? На этот вопрос я хочу дать ответ краткий, внятный и четкий, поэтому слева у нас стоят светодиодные линзы, светодиодные линзы Dixel, с правой стороны у нас стоит линза HLR, абсолютно новая, и в ней стоит светодиодная лампа. То есть, грубо говоря, мы сравним, насколько эффективно светят светодиодные линзы, и насколько эффективно светят светодиодные лампы в новых линзах. Погнали! Итак, включаем свет, включаем свет, я специально их немножко по высоте разрегулировал, для того, чтобы вам более наглядно было видно. Итак, вот смотрите два пучка, слева у нас, закрываю, это нижняя, это светодиодная линза, справа это линза HLR, и в ней светодиодная лампа CL6. Закрываю, вы видите, соответственно, что это верхняя, ну и смотрите, в общем-то, в чем отличие, отличие визуально вы видите сами. Все-таки светодиодные линзы, они гораздо более дают высокую освещенность именно на дороге. Вот я еще раз немножко поболтаю светодиодные линзы, то есть вы чтобы видели, что я тут ничего вас не обманываю, вот действительно оно так и светит. Ну и давайте я все-таки немножко конкретизирую для тех, кто не понял визуально. Визуально мы видим, что, в общем-то, тема с покупкой линз и покупкой для них светодиодных ламп, она не так выигрышна, как многим может показаться. И на мой взгляд, правильнее в этой ситуации купить сразу светодиодные линзы, уже и в которых, собственно, сами стоят чипы и нет никаких лампочек. И, кстати, по цене это примерно одно и то же, но, как вы видите, света вы получите значительно больше от светодиодных линз. Еще хочу сказать, что конкретно модель светодиодных ламп, которую вы поставите в линзы, она не так важна, она не будет вам давать более высокой освещенности. Я их тестировал достаточно много, и все примерно светят одинаково в линзе, то есть влияет только чуть более широкий, либо чуть более узкий пучок. Освещенность примерно одна и та же, это я и 50 ваттные лампы тестировал, и 22-23 ваттные лампы тестировал, все примерно одинаково. В общем-то, это все, о чем я хотел сказать в данном видео. Кому интересно, если вот это именно технические результаты для технозадротов, так сказать, я готов там это все протестировать, именно по световому пятну промерить, но вы, в общем-то, и визуально должны были видеть. Ну, а если кому-то сильно интересно, пишите в комментах, если будет надо, то сделаю. В общем-то, на этом все, если эта информация была вам полезна, ставьте лайк, если была бесполезна, ставьте дизлайк. Ну, а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok